Институт уполномоченных главы города Одинцова создан 6 лет назад. Задача уполномоченных – осуществлять контроль над качеством работ и услуг, выполняемых за счет городского бюджета. Мы конкретно отдел, который занимаемся чисто проблемами жителей. Они приходят к нам и задают мне вопросы, я стараюсь их решить. За каждым домом в городе закреплен свой уполномоченный. Его выбирают на совете дома. По сути, может стать любой активный житель города, достигший совершеннолетия. Но, как правило, это человек с опытом и навыками управленца. Мы 6-й год работаем. Очень хорошо, когда у нас есть с кем работать, начальство. Раньше мы как от управляющей компании работали, выбирали старших по дому. И вот я с 73-го года работаю старшая по дому. Уполномоченные по первому микрорайону Одинцова очень активны. На собрания приходят регулярно и в полном составе. Впервые на этой встрече присутствовали сотрудники компании Одинцовское городское хозяйство. Именно эта бюджетная организация отвечает за состояние и благоустройство всех детских площадок в городе. Сегодня здесь проходит встреча старших домов по первому микрорайону. А у нас, помимо деловых, еще и хорошие личные контакты с уполномоченной главой города по первому микрорайону Одоловой Светланой Михайловной. И мы с ней договорились о том, что я, начальник участка, занимающийся ремонтом и эксплуатацией детских игровых спортивных площадок, и один из мастеров, захотели встретиться, непосредственно пообщаться со старшими домов, дабы наладить обратную связь. На собрание пришли не только уполномоченные мэры, но и просто активные жители, которые решили не упускать возможности напрямую задать вопрос или высказать свое пожелание сотрудникам этой организации. Многие жильцы жаловались на плохое состояние детских площадок в своих дворах и просили заменить их на новые. Некоторые требовали поставить теннисный стол или дополнительные тренажеры. Кто-то жаловался на недостаточное освещение во дворе или отсутствие там лавочек и урн. Выходят бабушки посидеть. Очень неудобно. Одни лавочки, без спина. То, что перед подъездом, это уже компетенция управляющих компаний, у которых жилищного актива. Что касается на детской площадке, мы вам поменяем. В ходе собрания возникло немало разногласий. Например, одним жителям дома номер 13 по улице Жукова очень бы хотелось иметь поблизости детскую площадку, а другим на том же месте необходима парковка. Задача пришедших на встречу сотрудников Одинцовского городского хозяйства – выслушать и учесть мнение каждого. Порядка 12 обращений по детским игровым площадкам, по установке парковых диванов, по отсутствии урн, по ненадлежащему состоянию игровых элементов. Стараемся исправить. Раздали номера телефонов, и думаю, обращения будут поступать. Будем выезжать непосредственно, общаться уже непосредственно со старшими домами, а не получать письма с портала Добродел. Детские площадки – не сильная сторона города. Большинство из них давно устарели и пришли в негодность. Руководство и рядовые сотрудники Одинцовского городского хозяйства признают проблемы и по возможности стараются их решать. За последние три недели мы устранили 191 дефект, то есть то, что мы выявили. По порталу Добродел нам пришло 9 заявок, и от администрации, жителей через администрацию еще 5. А мы своими собственными силами, силами с участка, то есть 191 неисправность. Это включая покрытие, опиловку сухих деревьев, корчевку пней. Жители отметили, что собрание получилось продуктивным и выразили надежду, что сотрудники Одинцовского городского хозяйства будут отныне регулярно с ними встречаться. Дарья Киреева, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.